По прогнозам экспертов, эпидемия гриппа в этом году начнется позже обычного. В декабре-январе и по предварительным прогнозам будет не такой сильной, как раньше. Связано это с тем, что новых агрессивных мутаций вируса не ожидается. Тем не менее, защищать себя и своих детей от этой болезни необходимо уже сейчас. Во-первых, это мероприятие направлено на повышение сопротивления детского организма, а также мероприятие, которое способствует предотвращению контакта пациента с вирусной агрессией. Регулярные проветривания помещений, в том числе и сквозные проветривания помещений, очень важны. Не нужно забывать про маску. Да, конечно, маска не спасает от проникновения вируса, но маску нужно одевать больному человеку, чтобы уменьшить количество вируса, который человек выбрасывает в окружающую среду. Не нужно забывать и о натуральных препаратах, таких как чеснок, развешивание бусинок чеснока, мешочков с мелко нарезанным чесноком возле кроватки в помещении, также значительно уменьшает вероятность заболевания постно-респираторно-вирусной инфекцией. Болеют острыми респираторными инфекциями дети всех возрастных групп. А способствует этому то, что легко заразиться может каждый человек, потому что передаются ОРЗ и ОРВИ воздушно-капельным и контактным бытовым путем. Приостановить эпидемию, считают медики, поможет карантин. Ну а пока эпидемия еще не достигла своего пика, поможет профилактика и вакцинация. Грипп – это серьезное инфекционное заболевание, имеющее подчас тяжелое осложнение. Поэтому всегда нужно относиться серьезно к этому заболеванию, не заниматься самолечением, вовремя обращаться к врачу, понимать, что наличие осложнений наиболее вероятного у детей маленького возраста и у пожилых. Грипп имеет сезонный характер. В пандемии чаще всего наблюдаются весенние и осенние периоды. Не следует не забывать, что в это время обычно у человека ослаблен иммунитет, и поэтому нужно заранее думать о том, чтобы встретить эту инфекцию во всеоружии. Имеет большое значение сезонная вакцинация от гриппа, которую обычно советуют проводить за три недели до начала эпидемии. Итак, грипп – вирусное заболевание, и лечить его нужно препаратами, воздействующими непосредственно на вирус. Многие, по словам инфекции, понимают нечто абстрактное – зараза всякая. Но заболевания, вызванные вирусами или бактериями, имеют различие, и лечить их нужно разными препаратами. Антибиотики могут назначаться для лечения только бактериальных инфекций. Их нет смысла давать в первые дни гриппа или ОРЗ, так как антибиотик на вирус не действует.